Вне формата и против мейнстрима в Сибири открылся первый кинотеатр некоммерческого показа. Это произошло в Кемерове. Будут показывать арт-хаус, документальное и даже любительское кино. В последнее время о таких фильмах говорят все больше, но не кинокритики или режиссеры, а обычные люди, которые обсуждают их в кафе или дома. А значит, спрос на альтернативную киноафишу есть и существенный. Что предлагает такому зрителю в материале Дмитрия Куканаса? Арт-хаус на большом экране в кинотеатре с говорящим названием «Альтернатива». Впрочем, правильнее его было бы назвать кинозалом. Мест здесь всего 30, билеты недорогие, в среднем по 100 рублей. Но кассовые сборы не главное. Фильм покажут, даже если придут 3-4 человека. В афише и европейские авторские полнометражные ленты, и отечественные короткометражки. Руководство даже готово пойти навстречу любителям альтернативного кино и показывать то, что предложат сами зрители. Ходят в основном молодые люди и публика постарше. Там они ходят действительно парами, очень интеллигентные люди, которые хотят такое кино посмотреть. Не для любителей широкоформатного кино, а для узкого зрителя работает и новосибирский киноклуб «Иллюзион». Никакого 3D и спецэффектов – ставка на рафинированного киномана. Здесь посмотреть можно то, что даже в интернете не найдешь. Редкие, неоцифрованные и зачастую даже недублированные ленты. Уже полтора десятка лет эта площадка объединяет поэтов, писателей, художников и простых горожан. Основная цель здесь – это пропаганда хорошего, качественного, высокохудожественного кино. Кино, которое осталось в истории, кино, которое отобрано этой самой историей. И это то, что является уже достоянием искусства, кинематографа, а не просто кинематографа как вида массового развлечения. Сейчас, во-первых, нам 2-й и 4-й понедельник обязательно показывают советские фильмы. И не мой фильм 24-го года. Но там настолько впечатлено, что я до сих пор его помню. Запоминаются фильмы и зрителям омского фликера. Но не своей редкостью или необычностью, а подачей. Фильм здесь – часть лекции на заданную тему. Один из создателей и бессменный руководитель даже не клуба, а кинолектория, кандидат филологических наук Екатерина Барановская, считает, что просто смотреть кино не так интересно. Важнее разобраться в контексте, увидеть связи с другими произведениями искусства. Вписать в фильм, или даже не в фильм, а какую-то проблему, в фильмические, поэтические, живописные, некие ряды. Сделать вот такую парадигму, феномен некий постичь. А самое главное, вот так получается удивительным образом, что годами вроде бы разные фильмы, разные темы, а все мы об одном и том же. Темы можно иногда даже задавать, что ли, ну вот когда ходишь постоянно, чем ты интересуешься, этим делишься, и начинается такое исследование. Самое главное, зачем я сюда иду, это умение видеть. Потому что можно смотреть и не видеть, вот благодаря Екатерине Петровне начинаешь видеть, прозреваешь. К слову, именно такие площадки – единственная надежда для местных режиссеров авторских лент. Попасть в прокат мультиплексов шансов почти нет. А от любителя неформатного кинематографа можно получить как минимум полезный отзыв или критику. Дмитрий Куканас, Мария Черешнева, Артур Хлопотин и Евгений Русенко. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин